Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с подходов к Крымскому мосту. Сегодня у нас 25 ноября 2018 года. И вот мы как раз с вами видим схемку, откуда мы с вами полетим в сторону станции Баггерова. Это у нас первый такой полет. Никогда такого еще не было. Посмотрим, что творится на самой станции Баггерова. Какие работы там ведутся. Ну и вот начинаем с насыпи. Сейчас мы пересекем с вами дорогу. Это Керчь Баггерова. И дальше она туда идет. Это вот дорожка. Видите, насыпь ее будет пересекать. Ну и мы ее пересекем. Вот вдалеке железная дорога. Как раз примыкает к ней наша насыпь. И вот здесь будет смычка. И пойдет двухпутевая железная дорога в сторону Джанкоя. Вот она, насыпь уже практически готова. Это действующая железная дорога. На схемке мы видели, сколько интервальчиков, на каком мы пролетим. Ну и посмотрим, какие здесь работы ведутся. Вам будет это интересно. У меня часто просили показать это. Ну вот я, собственно говоря, и показываю. Вот здесь она пока идет однопутка. Ну и, естественно, примыкает. И сделают вот с двухпутка будет. Это вниз, вот это в сторону Керчи пошла железка. Ну, она сохранится, конечно. Там будет пожарный поезд, восстановительные поезда все там будут стоять. Тем более сейчас там тоже депо ремонтируют пожарный поезд. И прочие технические службы. Ну и вот, собственно говоря, мы с вами видим, как слева вдоль железной дороги вот какую-то траншейку там прокапывают. Если мне зрение не обманывает. Ну и когда вот мы с вами снимали, было видео, но правда не сверху. То там прокладывали кабели связи вдоль вот этой дороги. Еще какие-то я точно не могу сказать, но что-то делали. Вот он, собственно говоря, сам поселок Багерово начался. Видите, слева и справа дома. Слева мы видим вот поодаль как раз вот эта дорога, идущая в сторону Керчи и в сторону Джанкоя. Здесь начинаются уже работы земляные. Вот как раз здесь хорошо видно, что здесь. И вот вдалеке, собственно говоря, подлетаем и сама станция Багерова. Здесь работ уже идет гораздо больше. Вот как раз с автомобильной дороги, если ехать в сторону Джанкоя, поворачиваю направо, и вот эта дорога, пересекающая железную дорогу. Потому что станция Багерова сама находится с правой стороны, по ходу нашего движения с правой стороны. Здесь вот, видите, уже насыпи формируют. Пока точно сказать вам ничего не могу, что здесь какие-то работы идут, что-то прорисовывается. Но пока-пока ничего конкретного. Можно вот так вот один раз в месяц, в полтора месяца смотреть, что здесь происходит, какая динамика работ. Вот видите, как раз здесь готовят какие-то котлованчики под фундаменты. Я так думаю, плиты. Вот что здесь будет, пока не ясно. Но работы идут, видите, с забором огорожено. Автомобильный кран стоит. Работы так не очень, конечно, интенсивные. Видим мы, что здесь поснимали железнодорожные пути. Вот один оставили, по которому как раз и ходит поезд Керчь-Джанкой. Вот немножко развернемся с вами и посмотрим с другого ракурса. Впереди поселок Багерова. Видим, здесь даже много этажки есть, две у нас в кадр попали. Ну и вот мы с вами вот так вот хорошенько посмотрим, что вот работы какие-то идут. И вот, собственно, вот сама станция Багерова. Маленькая такая, уютненькая станция была. Видим, настил деревянный сделан вот на переднем плане. Как раз здесь поезд этот останавливается. Он временный, из досок сколотили его пока. И вот она сама станция Багерова. Вот хорошо видно, что железнодорожные пути здесь демонтированы. Перрончик вот перед станцией. Ну и вот она станция. Вот до этой станции с моста будет электрификация. Ну, по одним источникам я где-то читал, что впервые в сторону Джанкоя станция Чистополия есть такая. Вот от этой, от Багерова она 10 километров. И там будет смена локомотивной тяги. Пока, если ехать в сторону Джанкоя, будут менять с электрики на тепловозную тягу. Ну и, соответственно, наоборот, если Джанкоя, вот в 10 километрах она. Там пока будет идти однопутная железная дорога до Джанкоя. Сейчас там перекладывают рельсы в шпальную решетку и укладывают рельсы Р-65. Ну и вот видим мы с вами справа, вверху тоже идут какие-то работы. Что это будет пока, тоже не могу сказать. Какие-то работы на станции Багерова идут. Ну, чтобы такие масштабные, я об этом сказать не могу. Видим мы вот слева сам поселок Багерова, дорога проходит. Ну и вот он с небольшой высоты как раз сама станция, непосредственно здание станции Багерова. Так что вот здесь такие вот... Когда я поточнее все разузнаю, дорогие друзья, я вам, конечно, все расскажу, что, где и почем. Ну и вот мы развернулись. Посмотрим сейчас, заглянем вдаль и перейдем с вами на другой ракурс. И полетим в сторону моста. Посмотрим, что в районе археологических раскопок. Ну и вот, собственно, видите, что я и говорил. Вот мы ворачиваемся. Как раз попали вот в тепловозик, тащит вагон. Вот она, эта железная дорога. Тепловоз поехал в сторону Керчи. Вот она, эта дорога. И как раз в сторону Керчи вот и тепловоз. И мы летим. Вот она, насыпь наша. И схемку, видите, красным маркером я отметил. Куда мы с вами полетим? От железной дороги в сторону поселка Октябрьский. Вот второй кружок здесь будет как раз проходить эстакада под дорогу, объездную дорогу города Керчи. И я так думаю, что вот эту дорогу на нее перепустят. А здесь как раз насыпью закроют движение. Посмотрим, какое там у нас, какие там события произошли. Долетим до раскопок. Посмотрим на раскопки, целы ли они. Давно мы вот здесь не летали с вами. Видим, что насыпь здесь готова. Температура воздуха была, когда я снимал плюс 5 градусов. А снимал я это в 10 часов утра 25 ноября. Плюс 5 абсолютно безветренно и солнечно. Как говорится в известном стихотворении, мороз и солнце, день чудесный. Ну, мороза, конечно, нет. Вот слева видим железобетонные конструкции. Шпалы железобетонные лежат там. Уже приготовили для укладки. Наверняка тоже будут укладывать таманское направление. И потом, как раз я проезжал, уже стоит путь и укладчик в районе станции Керчь. И, вероятно, его-то как раз и пустят на эту дорогу заниматься. С таманской стороны работы идут. Ну, и из Керчи как раз вот один путь и уложат. Вот, чтобы заниматься мог уже потом рельсо-укладчик, я так думаю. Ну, а смысл другого. Вот, собственно говоря, мы и подлетели к этому инженерному сооружению. Видим две устойные опоры здесь и две промежуточные. Вот, как раз начинают, укладывают, уже устанавливают металлоконструкции. Сегменты также соединяют с собой. Между собой, между постоянными опорами ставят временные. Накидывают металл и соединяют болтами и гайками. Ровно все так же, как и на мосту. Вот. Слева устойная опора уже практически готова. Начинают ставить временные опоры там. Насыпь уже готова. Ну, только я не знаю, конечно, здесь вот смотрите, какая насыпь грандиозная, большая. Ну, здесь, наверное, не коснется переноска трассы. Потому что вот здесь вот перелив уже, переток воды будут делать под насыпью. Тоже мы видим с вами как раз сборный железобетон будут укладывать. Вот сейчас основание готовят. Эти уже железобетонные изделия уже лежат здесь все. Вот как раз хорошо видно. Переток воды будет здесь. Тоннельчик такой. А над ним пойдет насыпь. Но, как вы уже знаете, по археологическим раскопкам принято решение переносить железнодорожную трассу южнее на 500-900 метров. Ну, слева мы с вами видим, что находится поселок Октябрьское. Туда невозможно. Значит, остается, что будут переносить в правую сторону. Ну, вот смотрите, здесь уже какие грандиозные насыпи. Конечно, жалко труда, но история есть история. Ее надо сохранять. Я так думаю, мы же не какие-нибудь варвары, чтобы все уничтожать. Да, немножко процесс затянется. Да, строителям наоборот это хорошо. Им чем больше работы, тем лучше. Они всегда будут в пределе. Ну, и вот, собственно, мы подлетели с вами к этим археологическим раскопкам. Насыпь перед ними как раз остановилась. И вот они, это IV век до нашей эры. Усадьба какого-то придворного служащего босфорских правителей. Ну, и вот, собственно, здесь все это мы с вами видим сверху. Я не знаю точно, окончательно ли это решение переносить железнодорожную трассу, но центр Крымского моста выступил уже с официальным заявлением. Вроде как вопрос уже решенный о переносе. Ну, а мы сейчас посмотрим вот с вами на эти раскопки и пролетим дальше. Посмотрим, какая там. Здесь как раз вот дальше особых работ еще и не проводилось. Вероятно, строители и не стали там ничего делать, ждали, какое решение примут. Ну, конечно, контуры здесь уже намечены. Ну, видим вот справа гора, слева поселок Октябрьское. Если на 500-900 метров будут переносить, то, наверное, вот за этот холм, за эту гору, здесь-то особо еще, видите, никаких работ и не велось. Так вот зачистили верх, как, так сказать, наметили контур трассы. Вот именно вот на этом участке. Ну, а дальше-то, конечно, там уже работы такие серьезные, уже и песчаную подушку начали делать. Вот такой вот у нас сегодня обзорчик получился, дорогие друзья. Дальше мы не полетим, потому что мы уже там мост через правый приток реки Мелек-Чесме уже с вами освещали. Довольно-таки часто. Ну, вот, видите, как раз вот здесь уже начинаются работы. Ну, посмотрим, как спроектируют новый участок, где он пойдет, будем следить за этим. Ну, а я на этом заканчиваю свой очередной обзорчик с подходов к Крымскому мосту. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. Вот он, поселок Октябрьский. Ну, а вот она, собственно, трасса. Это в сторону поселка Багерво. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok